Привет, бро! С тобой Воблер, и успей поставить лайк за 3 секунды, если ты знаешь, что такое сосулька. Считаю! Раз, два, три! Молодец, бро, что успел поставить лайк, а также напиши в комментариях, ты хоть раз пробовал на вкус эту сосульку? Хоть раз лизал её? Ха-ха-ха! Это у нас икра Stick War Legacy. Мы сегодня с тобой продолжаем проходить новые уровни, которые добавляются каждую пятницу. Сегодня у нас пятница, а это означает, что 53-й и 54-й уровень уже у нас вышел, и мы сегодня будем с тобой проходить. Поэтому обязательно досмотри этот ролик до конца. Как ты знаешь, мы проходим на самой высокой сложности. Это безумная сложность. Поехали! Уничтожить статуи врага. 53-й уровень. Я вижу, что нам доступен великан. Это самый мощный Stickman, который здесь есть. Конечно же, я его прокачал. Осталось два очка. Я думаю, что два очка я вкину в Рудокопов, потому что много золота это залог победы. Дается 500 золота. Давай сразу бабахну три Рудокопа. Заодно посмотрю, что у врага. У них тоже Рудокопы. У них уже какой-то большой Stickman. Это великан. И он прям бежит к нам. А нет, он остановился. Ага. У них костяной скин. Я уже не помню, что он там делает, но тоже вроде бы он крутой. Вроде бы он против нежити. Против мертвых. А смысл там на такой, с костяной. Ладно. Нам нужен великан. Он у нас прокачан. Также нам понадобятся лучники. Давай мы, наверное, еще сделаем одного Рудокопа. Собирать нам надо 1350 золота для того, чтобы купить великана. Вообще великан стоит 1500 золота. Но у нас самый дешевый скин, травяной. Он нам уменьшает стоимость великанов. Вообще других юнитов, на которых вообще одет этот скин. И также у нас быстрая постройка. Поэтому мы 150 сможем сэкономить. Нам нужны лучники, которые будут сзади постреливать по врагу. Пока великанам будут танковать. Но дело в том, что лучников я, к сожалению, брони прокачивал. Одного великана мы взяли. Давай мы сразу возьмем несколько лучников, которые будут сзади что-то там постреливать по врагу. Пока я буду танковать. Великан у нас обладает трещиной. Вау! В атаку! Я беру великана. Трещина, давай! На! Вот так вот! Блин, это тоже вражеский крутой какой-то. Так, я думаю, что надо нажать замок. Я не знаю, что мне делать. Мой великан как-то быстро страдает. У меня еще трещина не зарядилась. Блин, моему великану хана. Потому что вражеский великан намного круче, как ты видишь. Давай трещина! Давай! Очень крутой враг, смотри. Реально крутой. Пацаны, отходим в замок. Отходите, я не смогу танкануть. Блин, да что же не так? Может надо было как-то все по-другому выбрать? Вот наши замковые. Они что-то постреливают. Короче, нам хана. Моя тактика не сработала. В чем причина, я не знаю. Но мы проиграли. Мне казалось, что тактика с великаном довольно хороша. Но почему-то она не сработала. Ладно, у меня другая идея. Смотри, я выберу великана. А также прокачаю замковых лучников, которые будут не помогать стрелять по врагу. Может быть, таким образом у меня все получится. То есть я буду быстренько защищаться. Давай сразу строим здесь рудокопов. Беру рудокопа, дабы не терять времени. Попробую никакие бусты не использовать. Без бустов пойдем. Но может быть, в следующей катке, если мы сейчас проиграем, придется его юзнуть, да? Мы видим, что уровень не простой, а сложный. Мне это нравится, потому что когда ты сильно ждешь уровни, а потом проходишь за 4 минуты, ну как-то не по себе, если честно. Такое уже было. Если ты смотришь канал Воблер, если ты смотришь каждую пятницу-субботу битвы стикманов, значит, ты знаешь, о чем я говорю. Мне надо 2-3 великана, чтобы вообще отбить эту атаку жесткую. Давай, давай, давай. Все! В замок. Я беру великана. Так, вот сюда я взял великана. Бью трещиной. Давай, бьем дальше. Бьем, давай, давай, лупим, лупим. А, у меня не хватает денег, чтобы еще одного великана поставить. То есть мне надо 2 великана. Пока бы я отодрался, а второй бы строился как-то. Ну, замковые пацаны, давайте. Ооо, да тут у них жесткое подкрепление. Может, надо было как-то прокачать стикмена, который бы кругами бегал. А эти замковые бы стреляли, чуваки? Не знаю, что надо сделать, но эта тактика не работает, потому великана больше прокачивать мы не будем. Блин, давай качаем замковых топовых. Давай попробуем здесь здоровье капьетона прокачать. Сразу врубаем рудокопом буст. Пошла жара, может быть, даже 2 буста. Что мы даром зарабатывали наши кристаллы. Давайте рубим. Но у них мешки слабые, не прокаченные. Прокаченный мешок помещает в себя 160 золота. А стоковый всего лишь сотню. Сразу делаем несколько великанчиков. Давай еще один буст бабахнем. Я не знаю, где враги, но буду надеяться, что они где-то далеко. Давайте добываем. Навряд ли пару стикменов-капьетонов смогут остановить этого монстра костяного. Но, с другой стороны, нам деваться некуда. Пробуем такую тактику. Все, эти пошли уже. Заходим в замок. Я беру. Я буду вилять туда-сюда и ждать, пока наши будут как-то стрелять. О, жестко, конечно, наносит урон. Такая вот тактика. Но дело в том, что у врага там еще приходит подкрепление. Вот в чем вся суть. Если стреляют в спину стикменов, значит урон больше. Давай, давай, бежим, смотри. Блин, у них снова подкрепление. Наши замковые прокаченные. Давайте, сейчас они по разу ударят и все, ого. 110 нанесли урон. Давайте, стреляйте, ребята, стреляйте. А, они достают луки наши. Давайте, пацаны, надо как-то их убить. Я не знаю, что мне делать. Ну, в спину им. Давай, давай, накидывай. Хорошо, хорошо, давай, давай. Можно мне как-то копье кинуть? Еще один пришел. Да вы что, издеваетесь? Я так не смогу их уничтожить. Я пошел на них, ребята. Буду их валить. Я не знаю, что там наши стреляют. Я не знаю, как они воюют. Давай мы этих завалим. Пошли отсюда, рудокопы. Давай, они идут, смотри. Валю, рудокопа. Они все сюда пришли. Мои замковые, ай. Никак не могут сюда достать. У них армия увеличивается, у меня нет. Потому что у меня нету добычи. Давай, давай, пацанчики. Хорошо. Давай, давай, сюда. Наверх побежали. Бейте в спину. Ай, 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 ай. Больно. Ну, накидывай. Хорошо. Надо великана завалить. Дальше мы этих мелких по-любому разнесем. Разнесем. Так, 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 так. Давай, давай, давай. Нет, не трогайте статую. Отходим. Я беру на себя. Я побежал. Сейчас буду валить там. Надеюсь, они статую оставят в покое. Вот бежит какой-то засранец костяной. Отстань от меня. Они все равно пошли статую валить. Мне хана. Где у них тут армия рудокопов? Сейчас я вам в спину напихаю. О, завалили. Короче, не работает эта тактика. Ай, ай. Так, великан не сработал. Он вообще днище какое-то медленное. Эти не сработали. Лучники бесполезные. У нас денег не хватит на лучников. Что этих мелкожопых сделать? Что они там могут? Урон, урон. Ну, попробуем. Давай, добываем. Я просто бью по земле и золото добывается. Мне нравится. Такая добыча. У нас 8 штук уже есть. И еще строится, ребята. То есть надо атаковать, а наши должны добывать. Я не знаю, что за битва. Я понимаю, что тебе, бро, надо битву показать. Они уходят. Испугались. О, снова нападают. Ничего себе, ребята. Давайте в атаку. Бейте его. В спину валите. Наши быстрее. Отходим. Что-то не стрёмные какие-то, если честно. Будем брать количеством. Ну, ты видишь, врага мы отогнали. То есть это что, прям победная тактика? Я буду лично добывать золото, чтобы моя армия подписчиков смогла убить этих костяных пришельцев. И на пришеленцев, да? Вот мой подписчик на одной руке сжимается и прыгает. Ну ты вообще, кузнечек. У меня выбранная максимальная армия в игре, и мы сейчас с тобой идем в атаку. Давайте, пацанчики. Пошли. Вот это жесть. Вот это побежала огромная армия стикменов с лавовым скином. Давайте напасть и уничтожить врага. Вот это махач. Бегите все, бойтесь. Я еще строю юнитов, потому что некоторые погибли в бою. Разносите за секунду статую. Давайте, пацаны. Может быть, это победная тактика? Хотя, если у них выйдет подкрепление с великаном, то навряд ли. Давай еще строю. Пять штук стоит в очереди, пацаны. Давайте. Еще в очереди стоит. Вот их сколько вышло. Вау. По-моему, ничего не вышло. Подкрепления просто не обратно вернулись. Смотри. Битва реально мощная, ребята. Вот это махач. Вы посмотрите. Дичайшая битва. По-моему, наших всех разгромили. Нееет. Делаю плеть. Всех сразу. Строительство. Смотри. Выбегает. Стоит в защите. Стоим, ребята. Стоим, стоим. Ждем. Блин. Да что же это такое? Как их уничтожить? Давайте. Махач. Битва. Еще. Золото. Вообще наших хана. Наши просто ребята выносят. Что происходит? Враги остались мелкие, недобитые. Отходим на базу. Да ты что? Тут их вообще невозможно завалить. Я в шоке. И плеть использовали. И руду. Как их уничтожить? Я вообще бронепонимаю. Вообще не представляю, что надо делать. Будем мы с тобой судить логически. Если враги боялись наших мелких херамичников, значит они работают. Просто им надо было включить буст. Специальный для этих юнитов. Когда мы будем нападать на статую, на врага, тогда мы с тобой и включим. И я думаю, что таким образом мы сможем победить. Надо использовать это все. Просто я хотел без буста это все пройти. Но я вижу, что невозможно. Вот здесь сразу буст. Сразу включаем. Вот так. Пошли в атаку. Так, я убираю. Все, они убежали. Наши гонятся сзади. Бейте, бейте, ребята. Смотри, как наши рубят. Бейте. Бейте их. Отлично. Я вам еще буст включу. Вот. Давайте. Еще гасим их. Накажем. Этих сигманов. Да, бейте рудокопов. Все валите. Великана загасите. Чтобы от него не осталось даже мокрого места. Не, ну вы, конечно, пацаны четкие. Я вижу. Но давайте мы пока спешить не будем, возможно. А пойдем на базу, ребята. Чтобы уже нападать большим количеством. Великана мы сняли. Отлично. Тут у нас армия строится. Вот этот буст как раз нами будет помогать меч. Вы поняли? Но по-другому я не вижу. Я уже и так, и сяк, и уже и нежно пробовал их убить без бустов. И жестче, и лазеры. Конечно, можно сюда вызвать какого-то великана, монстра. Но я думаю, что мы и без него попробуем все тут пройти. А у них всего лишь один стикмен. Вот вышел там рудокоп и что-то. Мы их сможем разгромить. Я это чувствую. Можно попробовать, пока наши ребята строятся, нагнать их. Чтобы они не добывали руду. Ну что ты сделаешь одним стикменом против меня? Давай, гаси его. Толпой, пацаны. Валим, валим. Да. Отлично. Просто идем в атаку. Валим сначала статую. Давайте. Давай я включу вам меч. Включаю меч. Оба вы стали еще круче. Пришло подкрепление врага. Теперь давайте толпой на них. Так, эта штука работает. Она заканчивается. И еще включаем меч. Да, нас мало, но мы держимся до последнего, ребята. Кстати, меч стоит недорого. По-моему, всего лишь 20 кристаллов. И вот так вот мы легко побеждаем. Все. Ага, 3 минуты. Какие там 3 минуты? Это было долго, жестко, но довольно круто. 53 уровень мы прошли. Я боюсь представить, что там будет на 54. Но мы с тобой уже увидимся завтра в новом ролике и в новой битве стикменов. С тобой был Воблер. Оставайся на канале. Скоро увидимся. Пока.